Кирилл Анатольевич, Андрей Гаврилов получил травму перед перерывом. Как сейчас его самочувствие? Как он готов играть или нет? Ну, у Андрея получилась такая ситуация, что он ударился об штангу и получил надрыв подвздошной мышцы. И вот только что разговаривал с врачом. Я надеюсь, что в ближайшие 2-3 дня он уже будет на льду. Сейчас он приступил к тренировкам в зале. Он уже занимается на велотренажере. Так что будем надеяться, что в ближайшее время мы его увидим. В последних матчах много поражений и много пропущенных шайб. Как себя Николас, Светберг, чувствует основной вратарь? Ну, сейчас Николас съездил домой, отдохнул. Три дня он побыл в Швеции. Сейчас приехал с хорошим настроением. Хорошо работает. Никаких претензий по тренировочному процессу к нему нет. Я надеюсь и я уверен, что все будет в порядке. Он будет играть в своем лучшем стиле и показывать свои лучшие игры. На ваш взгляд, в чем причина того, что у Николаса этот сезон получается хуже, чем предыдущий? Ну, может быть, какая-то большая ответственность или конкуренция помешала в этом. Но я хочу сказать, что у Николаса в этом году такие игры, как неудачные, скажем, как Соска, переплетались с такими хорошими играми, как тот же самый Йокерет или Казань. Так что я не могу сказать, что он плавает в очень плохой сезон. Но, конечно, в прошлом году он выглядел намного сильнее. У болельщиков и к Светбергу и к Гаврилову много претензий в связи с тем, что они далеко выходят из ворот во время игры. Что вы думаете о такой манере? Ну, тут я бы немножко не согласился с болельщиками. Андрею Гаврилову, да, такой стереотип. Он очень много катается. Он играет за счет своего выбора позиций. У Николаса немножко другая игра. Когда шайба находится в зоне, по-моему, он, наоборот, играет глубоковато. Но дело в том, что это сложившиеся вратари, взрослые вратари. Их переделывать уже очень тяжело. Мы стараемся сделать, что можем. Но дело в том, что в критических ситуациях, вы сами понимаете, он начинает просто играть, как в голове у него сложился стереотип. Поэтому я не могу сказать, что вот какая-то именно явно выраженность в том, что они далеко выкатываются. Очень много лестных отзывов вратарь толпара. Никита Циркуль получает в этом сезоне. Как вы можете его оценить? Хороший, молодой, перспективный парень. Мне он очень нравится. Он катался с нами, сейчас катается с нами. Но дело в том, что мое мнение такое, что очень поразительная разница между командами МХЛ и командами КХЛ. Поэтому я надеюсь, что этот парень будет продолжать так же работать, так же качественно тренироваться. И в ближайшее время мы его увидим в составе. В составе какой команды, соответственно? Я надеюсь, Салават Юлаева. Он Циркуль в этом сезоне на один матч съездил в Торос. Не было желания больше шансов ему дать на взрослом уровне. Но вы понимаете, дело в том, что мы предлагаем этого вратаря. Потому что мы часто забираем Литвинового. И у них была такая ситуация, что у них переодевался вратарь из МХЛ-Б. Но, видимо, он пока еще не полностью соответствует тому уровню, который требованием ВХЛ. Ну, вообще, если говорить о вратарях всей системы, и Тороса, и Толпара, на ваш взгляд, кто может сделать шаг вперед в своем развитии в ближайшее время? Ну, очень перспективные ребята в большинстве случаев у нас. Я могу сказать, что и тот же самый Циркуль, и тот же самый Литвинов, и тот же самый Булыгин. Они очень неплохо выглядят на протяжении всего сезона. Сейчас хорошо. Вот Андрей Литвинов отыграл последние игры за Торос. И поэтому я надеюсь, что все ребята будут трудиться. И у всех открыта дорога. Вы же знаете, что самое главное – это приложить какие-то усилия, а, соответственно, результат не заставит себя ждать. Если говорить об Улыгине, он совсем мало сыграл матча в этом сезоне, потому что все время тренируется либо с Салаватом, либо еще где-то. И за Толпара за Торос очень мало выходил. Для него этот сезон как вообще складывается? Ну, дело в том, что приехали вратари. Не могу сказать, что намного сильнее, конечно. Но такая ситуация, видите, что все зависит от доверия тренера. И поэтому он сыграл действительно немного. Но в прошлом году он был один из лучших в МХЛ по всем показателям. Поэтому это как бы тоже знак того, что парень может играть. Вот это его-то мы когда увидим где-нибудь, когда-нибудь. Сейчас до конца сезона, я думаю, что все будет и в МХЛ, и в Торосе располагаться точно так же. И вратари будут практически играть. Я думаю, что те же самые. Потому что такие ответственные матчи. Ну, а так, я думаю, что у парней есть тоже перспективы. Я думаю, что в скором времени он заявит о себе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА